это программа мой район а если быть совсем точно так то я на эту сцену вышел когда это даже не было театром эстрады поэтому я так долго вам морочил голову так да а когда мне было 12 лет и когда это был клуб совета министров союза ссср ваш покорная слуга вместе с пионерской делегацией дома пионеров москворецкого района вышел на эту сцену и участвовал в этом стихотворном приветствии что читали не помните конечно ну что я читал мне дали стихотворном я был спросить нет ну мне дали какие-то три слова типа и сегодня мы и все а ну да 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 то есть понятно у нас кстати есть есть еще вы конечно когда вы выходили вот этим мальчиком и пионером вот если вам кто-нибудь сказал что ген а ведь через несколько десятилетий ты станешь хозяином здесь худруком этого театра как бы вы отреагировали бы как вы считаете или или были какие-то амбиции вы понимали что у вас впереди ждет такая дорога не было даже представить не мог не говоря уже о том что в 1974 году на пятом если я не ошибаюсь всесоюзного конкурса артистов эстрады где в моем жанре мне дали половину первой премии вторую половину дали клави новиковой у я не знал что их делили эти премии у нас у нас в нашем жанре поделили то есть 150 рублей дали клави новиковой и и 150 рублей дали мне а людмила кравчук который получила вторую премию она одна получила 200 рублей поэтому потом все эти определения кто первую премию получил кто вторую убрали было звание лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады и надо было написать скобку 200 рублей хазанов 150 как бы эти деньги потратили отметили да конечно да в ресторане узбекистан значит был большой банкет я пришел в роскошном замшевом пальто это пальто было чем-то залито на этом банкете так что мне дороже обошелся этот банкет вышли в минус в результате это я запомнил на всю жизнь да самое ценное что это что если это как раз воспоминания брунов был на этом банкете обязательно вообще должен вам сказать что я с трудом назову банкет на котором брунова не посмотрим сейчас выступление бориса сергеевича вспомним его я вышел прочитать вам свои собственные произведения я пишу причем пишу как а кын что вижу то и пишу вот скажем у меня про милицию есть такие строчки мы в сторонке постоимка поглядим чья возьмет у милиции дубинка у бандитов пулемет к сожалению говорили все в районе мы америку догоним до чего там вспоминать нам бы африку догнать или вот все от волги и задоном по талонам стало сплошь видно скоро без талона и к жене не подойдешь я думаю что если бы брунов в тот момент уже возглавлял бы театр он вряд ли бы сделал вам тот подарок который сделал потому что я читал что он рисовал на этом банкете прямо на салфеточке ваш шарш брунов сам абсолютно точно да это было он сохранил но это салфетка где нет не конечно нет но дело в том что поскольку это был 74 год а именно в этом году в 74 только в феврале конкурс был осенью а в феврале 74 года родилась у меня дочь алис да а на этой салфетке где брунов меня нарисовал он внизу нарисовал свое изображение в виде шаржа моя покойная теща сказала гена не похож а алиса добрый день друзья не другие с чем нужно выложить еще один фрагмент своей беседы с геннадием хазановым заказать того что он не уехал никуда я напомню что в википедии написано что 2022 году геннадий хазанов эмигрировал из россии в латвию вот я не знаю я так подозреваю что действительно ездил в латвию как и очень многие другие может быть еще куда-нибудь он ездил на мы кстати по поводу этого во время записи этого интервью запилили такое тандем сэлфи стёбное подошью ссылку на него в описании но песни совсем не о том это интервью было от эфире на наш с ним на канале доверие который входит в холдинг вгтрк и поскольку по понятным причинам на ютюбе не может быть ни одного канала подразделения вгтрк то полностью посмотреть беседу тем кто ее не видел можно только на портале москва 24 а здесь я для вас оставляю сегодня очередной фрагмент